Почему Бешимбаев стал нервничать? Что потребовала сотрудница у начальника за интим? Подрядчик закатал в асфальт миллионы? И от кого убегал прокурор в Кунаеве? Привет, с вами снова Айран. Обзор за неделю. Меня зовут Маржан Лешибаева. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а я расскажу, что это было. Казахстанцы продолжают следить за тем, как проходит суд над Бешимбаевым. На этой неделе прошло девятое по счету слушания. За эти дни в суде успели выступить подруги погибшей, судмедэксперт и сотрудники ресторана БАУ. Для многих зрителей эти трансляции превратились в подобие сериала, где развязка все никак не наступает. Казахстанцы также отмечают и заметную трансформацию героя этого зрелища, точнее антигероя. По мнению зрителей Бешимбаев, от заседания к заседанию становится все более раздражительным. А от было уверенности не осталось и следа. На этой неделе подсудимый часто нервничал и даже переходил на крик. Она своими словами говорит, что никаких истязаний там не было. Она пишет своих... Ну, вы задали вопрос, теперь дайте мне выслушать. Вы эмоционально задаете, я хочу эмоционально ответить. Ее здесь нет, поэтому все эти измышления, которые вы приносите на суд, вы объясните их, а вот в тексте, в материалах дела-то Салтанат совсем другое говорит. Кроме припирания с адвокатом обвинений, Бешимбаев регулярно вступал в полемику со свидетелями и даже субмедэкспертом. Некоторые отметили, что на фоне своих же адвокатов он выглядит более напористым. Оно и понятно. Слишком многое на кону. Я не о степени обвинения речь веду, а вообще вероятность такого существует? Нет. То есть человек не может падать? Конечно. Не может падать и не может ударять голову, будучи в некоторой степени обвинением. Ну то есть бывает на этом достаточно. Можно следующий вопрос я задам вам? Не на такой количестве. Одну минуту. Могу я следующий? Потому что... Так, одну минуту. У меня есть следующий вопрос, Ваша честь. Одну минуту. Он как раз связан с этим. Вы меня слышите или нет? Если бы она не умерла от накопления субдуральной гематомы, она бы умерла от удуши. То есть получается, что ей два раза причинили смерть? Это же какой-то абсурдный вывод вообще вы делаете. Вы вывод не поняли. Но это то, как вы излагаете свою мысль, вот в чем дело. Я вам отвечаю. Я не мысль излагаю. Мне суд четко вопрос задал. Если бы не было черепно-мозговой травмы, вот при таком... Ну давайте говорить, Ваша честь. Разрешите мне вопрос. Я сказал да. Если отталкиваться от реальности, если бы не было черепно-мозговой травмы, она бы не умерла. Вот правильный ответ. До замужества вы когда-нибудь встречались с ней? Мы виделись в Алматы, да. Но это было пару раз. Но за трехлетний период работы вообще виделись два раза. Примерно, нет, больше двух раз. И так же вас вместе я тоже видела. Вы же приезжали ко мне домой. Нет, я хочу спросить у вас. Вы когда, вот до замужества Салтанат, вы с ней работали? Вы с ней сколько раз вообще виделись? Это было несколько раз. Так как Салтанат не часто прилетала в Алмату. Я тогда жила в Алмате. А я Салтанат жила в Астане. Ну сколько раз вы виделись? Помните? Несколько раз. Ну раза два? Да. За трехлетний период работы. Мы жили физически в разных городах. Я просто здесь не надо объяснять. Просто раза два за трехлетний период работы. Так, подсудимый свидетель, вы правильно формулируете следующие предложения? Я четко сформулировал свой вопрос. Сторона защиты Бешимбаева продолжает сомневаться в компетентности судмедэксперта. По их версии, как мы помним, в побоях Нукеновой виноваты стены, полы, сантехника, в частности унитаз. Но справедливости ради нужно сказать, что Бешимбаев тоже полностью вину с себя не снимает и признается, что побои наносил. Но очень аккуратно. Однако второй подсудимый, родственник Бешимбаева, Байжанов, заявил на допросе, что в день смерти Салтанат Нукеновой, Куандык Бешимбаев, якобы произнес слова, которые можно допустить как признание. Я не признаю вину в умышленном убийстве с особой жестокостью. Но в том, что в ее смерти есть моя вина, я это признаю. Мои действия вызвали ее смерть, причинили ее смерть. Тупой твердый предмет это и пол может быть. И вам любой эксперт это скажет, что тупым твердым предметом можно и пол, если человек падает и бьется об него, то и пол называется тупым твердым предметом. Вот темена область, это вот, да, если вы понимаете, она вниз головой по прямой траектории упала, что ли? Вы знаете, я же не все время с ней находился. Я все их, вот вы мне в прошлый раз этот вопрос задавали, я не знал, как на него ответить. Там были периоды, когда мы не находились вместе. Когда я вышел, она оставалась в туалете сама. Я пошел, вот я когда вернулся, туалет был закрыт. Оттуда раздавались стуки. Я не знаю, как она могла, она могла их там получить. Когда она уже упала об унитаз, я говорил, что полчаса я находился в другой комнате, в ВИП-зале, она там находилась одна. Может быть, она пыталась встать. Может быть, она каким-то другим образом ударилась. Я не знаю, ударилась. Я не могу этого объяснить, да? Но я не был там все время. Кстати, последнее на этой неделе заседание суда совпало с днем рождения Бешимбаева. Теперь от вердикта присяжных и судьи зависит, сколько еще именин экс-министр отметит не на свободе. В Казнете появился ролик с женихом и невестой, который устроили романтик на крыше с видом на центральный стадион Алматы, где в это время проходил чемпионат Казахстана по футболу. Это крыша одной из алматинских гостиниц. Популярное место для предложения руки и сердца, рассказал журналистом Tengri Sport, автор видео Дархан Муканов. Выбор жениха пал на эту крышу, потому что там отличный вид на стадион. Алматинец уже шесть лет болеет за футбольный клуб Кайрат. И как раз в день свидания Дархана с невестой шел матч между Кайратом и футбольным клубом ЖТСУ. Хотя девушка неярая футбольная фанатка, место ей тоже понравилось. Кстати, матч в итоге завершился ничьей. Но жених все равно забил свой гол, сделав предложение любимой. И она сказала «да». В общем, победила любовь. Жительница Туркестанской области проведет ближайшие семь лет в тюрьме за интимное видео. Правда, главной звездой ролика была не она, а ее начальник. Об этом рассказали журналисты издания Орда Киезет. По их информации, женщина записала на видео интимное свидание с мужчиной. А позже попросила у него 2500 долларов за то, чтобы кадры не попали в сеть. Правда, на этом вымогательница не остановилась и в следующий раз потребовала уже 2,5 миллиона тенге. Терпение мужчины лопнуло, когда в третий раз его подчиненное за молчание попросило автомобиль. Тогда герой-любовник все-таки обратился в органы. Так что теперь шантажистке помимо 7 лет за решеткой придется выплачивать пострадавшему 28 миллионов тенге компенсации. Правда, ее адвокаты не согласились с решением суда и уже подали апелляцию. Ну а потерпевшему просто нужно осторожнее ходить на свидание. А перед постельными сценами лучше просить всех участников на всякий случай выключить телефоны. В Астане мужчина наводил порядок в квартире и выбрасывал строительный мусор прямо в окно 6 этажа. Приземлялись обломки плитки и другой хлам на детскую площадку. К счастью, в тот момент детей там не было. Мужчину уже задержала полиция. Зачем он швырял предметы из окна, а не вынес все на мусорку, как это делают нормальные люди, непонятно. То ли торопился, то ли забыл, что живет не в лесу. Главное, чтобы такие причуды не повторились. Ведь если в следующий раз он решит обновить в квартире мебель, то куда станет девать старую? Уже две недели казахстанцы спасаются от паводков. В последние дни ситуация обострилась в североказахстанской Атыраусской и Акмалинской областях. В Петропавловске и Атырау жители активно готовятся к приходу большой воды. К работам по укреплению дам подключились и простые жители. Ну а что делать, если заранее об этом местные власти не позаботились? Вот у нас по городу Атырау проходит река Урал и вот такой ерек-мостовой канал. Вот здесь люди вот сами укрепляли, жители ближайших районов Нурсаи, Нурсаи А3. Потому что есть вероятность того, что сюда все-таки вода будет поступать. Позвал на помощь жителей и Аким Костаная. Люди, конечно, откликнулись. Люди работают с утра, порядка 700 человек работают. Понятно, что люди устают, нам требуется помощь. В связи с этим я обращаюсь ко всем неравнодушным нашим землякам. У кого есть желание, пожалуйста, подойдите сюда к мосту. Ориентир будет вот этот баннер. Желательно тепло одеться, приди сюда и помочь. Аким просит помощи у жителей, а сами жители у Всевышнего. Во вторник у Костана из-за паводков люди провели обряд жертвоприношения. В главной мечети области кустанайцы принесли в жертву корову. Люди надеются, что их молитвы помогут спасти землю от катаклизмов. Молиться и спасаться теперь приходится и жителям Акмолинской области. Там затопило еще один город. Адбасар. Да, люди вот так страдают. Смотрите, двухэтажка. Вот это сарайчики, в ней гаражи. Все по крышу. Это маскара. Не дай Аллах никому такого. Ребята, берегите себя и своих близких. При этом областной центр Кокшетау подтопило еще в конце марта вместе с ближайшими населенными пунктами. Житель поселка за станционный Бахтияр Абжанов снял на видео свой затопленный дом, в котором сделал свежий ремонт прямо накануне прихода воды. Вот кочегарка утонула нога. Все это у меня в воде полностью. Поддома застилю. Вся мебель, короче, я только ремонт сделал. Все комнаты, все, блин, все новое. Все, все, в смысле нет ремонта больше. Полностью все поднялось, в воде все стоит. И вот я уже кровати поднял, один что. Все комнаты. У меня здесь раз, два, три, четыре комнаты. Я многодетный, пять детей, мама еще со мной живет. Сейчас некуда, вообще негде ночевать. Я не знаю, что делать. По всей стране уже почти 100 тысяч эвакуированных. Паводки ждут и в Алматы. А в регионах людей продолжают вызволять из затопленных домов. Когда они вернутся в свое жилье, непонятно. Ведь ни прогнозы синоптиков, ни слова чиновников о том, что ситуация под контролем, оптимизма пока не внушают. Страна продолжает уходить под воду. В ТРА у местных жителей отчитал чиновника, которого застал в автосалоне Тойота. Тот якобы выбирал себе машину. И это в тот момент, когда весь город в экстренном режиме готовился к паводкам. Видеоподтверждение возмущенный житель тут же слил в сеть. В Акимате уже заявили, что на видео не зам Акима, а специалист отдела жилищной инспекции Акимата. И в автосалоне он был по служебным делам. Уточнял цены на запчасти для автомобилей администрации. Сам блогер после этого записал ролик с извинениями. Надеемся, что чиновник нашел все запчасти для служебных авто. И что техника для борьбы с паводками в городе тоже исправна. Все-таки кажется, что этот вопрос сейчас действительно актуальнее. Алматинский Акимат так спешит порадовать горожан новыми дорогами, что уплевал на погодные условия. Очевидцы выложили в сеть видео, как 9 апреля рабочие укладывали асфальт прямо во время дождя. Ремонт проводили на одной из улиц в Бустандыкском районе. Акимат оправдался тем, что дождь пошел неожиданно. Опять без предупреждения. Чиновники заявили, что отчитали подрядчика компанию «Алматы Дорстрой». Заместитель директора Рустам Кадыров после этого записал ролик, в котором объяснил, почему дорогу ремонтировали под проливным дождем. Уважаемые горожане, я заместитель директора ТО компании «Алматы Дорстрой» Кадыров Рустам. Приношу извинения за инцидент, произошедший 9 апреля по улице Кокимбека Солыкова во время работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Улица Солыкова находится в предгорной местности и постоянно происходит подмывание дороги. В целях предотвращения подтоплений нашей компанией проводится строительство рычной сети для отвода дождевых и талых вод. 9 апреля нами производилось восстановление асфальтобетонного покрытия. Когда начался дождь, работы были остановлены. Но каток заканчивал уплотнение покрытия. Также трактором было произведено выравнивание оставшихся куч асфальтного материала по избежанию его застывания. Асфальт был уложен до дождя на видеомомент уплотнения. Также зам извинился и пообещал, что компания исправит дефекты, если вдруг они появятся. Это, конечно, хорошо, но в будущем все-таки лучше смотреть прогноз погоды. Ну и немного международных новостей. На этой неделе жители США, Канады и Мексики наблюдали редкое явление – полное солнечное затмение. Всего затмения длилось более пяти часов. А самую длинную его фазу могли наблюдать жители мексиканского города Дуранго. Ну а поскольку о событии предупреждали заранее, некоторые молодожены подсуетились и сыграли свадьбу прямо во время затмения. Пока жители зарубежья обсуждали свое затмение, алматинцы любовались солнечным галом. Тоже такое необычное явление. Видео опубликовали журналисты издания Орда. Субтитры создавал DimaTorzok А вы были свидетелями редких природных явлений? Рассказывайте свои истории в комментариях. В Алматы осудили организаторов детского лагеря в банном комплексе. Напомню, летом прошлого года 300 ребят привезли на отдых якобы в лагерь. Но по факту это оказалась просто сауна, где перед малышами разгуливали полуголые мужчины. Вот, пожалуйста, взрослый человек с ребенком. Мужчина, вы в лагере, да, здесь находитесь? Вы в лагере? Вы кто? Я посетитель. Вот, уважаемые родители, это посетители, которые с нашими детьми. Да, 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 да. Ну, как спят? Вы посмотрите, в каких условиях дети спят? Просто комната жаркая, они сами попросили сюда выйдите. Выйдите здесь, дети спят. Нет, я не выйду. Вот здесь дышать невозможно, дети спят. Так вот, хозяйку этого заведения, Гульнару Нургазиеву, приговорили к пяти годам лишения свободы. Она дала взятку чиновнику из управления образования Руслану Мухамедееву, чтобы именно ее компания выиграла тендер на организацию детского отдыха. Мухамедеева теперь тоже отправили в лагерь, только тюремный, без бани. Но в остальном условия схожи с теми, что на видео. В казнете появился ролик, где прокурор Кунаева убегал от общественного активиста Дамира Кушаева. Несколько сотрудников прокуратуры курили на улице, никого не трогали, но Кушаева возмутила, что курильщики стряхивали пепел на землю, хотя рядом стояла урна. Блогер решил пристыдить прокуроров, но двое успели быстро зайти в здание, а третий ударился в бега. Кто стоит, есть мусор. Можно же пепел брать, мусор. Вот уже в форме. Некрасиво стоите. Побежали. Уважаемый прокурор, вы стояли, пепел бросали, а теперь вы убегать начинаете. Теперь будем бегать за прокурором. Смотрите, как это прокурор убегает. Вот я ужасно. Уважаемый прокурор, подождите. Стойте, не убегайте. Прокурор, не убегайте. Подожди. Лицо, Дамир, лицо засниви. Ты чего? Ребята, ты чего за позор? Видимо, у властей просто условный рефлекс. Если кто с камеры задает вопрос, лучше бежать. Вдруг окажется журналистом и спросит про коррупцию. Несмотря на нелепость ситуации, прокуратура Алматинской области дала серьезный ответ. По данному факту проводится проверка и действием прокуроров будет дана правовая оценка. Интересно, где теперь курят сотрудники или совсем решили бросить? Нужен ли Казахстану феминизм? Тренд с таким вопросом завирусился в ТикТоке. Некоторые пользователи решили, что называть девочек улбол сын, что в переводе означает пусть следующим будет сын, несправедливо. Как будто мальчики желания, одно только имя Кудайберген, то есть богом данной, это якобы подтверждает. В этом авторы роликов разглядели сексизм. По данным журналистов Tengri News, сейчас в Казахстане более 14 тысяч девушек носят имена улжан, улбол сын, улмекен и другие похожие с приставкой ул, то есть сын. Но другие участники разгоревшейся дискуссии поспешили встать на защиту родителей. По их мнению, это старая традиция и никакого сексизма здесь нет. С давних времен девочек называли, например, улбол сын в семье, где подряд рождались только дочери и очень ждали наследника, который, кроме прочего, мог бы в будущем защитить от обидчиков старших сестер. Трогательная история произошла на берегу Каспия. Там казахстанские пограничники спасли тюленя, который запутался в сетях браконьеров. Ролик опубликовал телеграм-канал Tengri News. Тюлень. Ой. Выброшен за борт в среду обитания. Подобные ситуации, к сожалению, не редкость. Работники погранслужбы и раньше отмечали, что тюлени часто становятся невольными жертвами браконьеров. Ластоногие попадают в сети, а в попытках выбраться наносят себе глубокие травмы, которые порой приводят даже к гибели. К счастью, эта история закончилась хорошо. Казахстанцы давно привыкли к тому, что в стране дорожает абсолютно все. Но вот невероятный факт. В стране впервые за пять лет подешевела туалетная бумага. Об этом рассказали журналисты издания «Пресс Киезэд». Правда, товар первой необходимости потерял в цене лишь 0,1%. Но даже такое достижение в стране редкость. Поэтому новость, что называется, попала на первые полосы. За всю историю независимости страны, пишут аналитики, «Туалетная бумага» дешевела всего три раза – в 2011, 2018 и 2019 годах. В общем, новость, конечно, приятная. Но что делать с продуктами, цены на которые с начала года уже выросли на 10% и продолжают ползти исключительно вверх. А вы сильно сэкономили на дешевой туалетной бумаге? Делитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки и не пропускайте новые выпуски Айрана. Пока! Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Патреон и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!